Экскурсия не статичная, она подразумевает под собой некоторое передвижение. Как вы видите, наша группа растянулась. Вот она, да? Демон легендарный. Всем привет. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день на нашем канале. Каждый день добрый день. Меня зовут Лора. Меня зовут Олег. Вы на канале о жизни нашей семьи, интересных путешествиях, вкусной еде, добрых, хороших, позитивных людях. И главное не упасть на лестницу. Наша семья продолжает гулять по опасным кое-где местами тротуарам Кисловодска. И сегодня у нас четверг, 22 февраля. Предпраздничный день и... Отличное настроение. Солнечный день самое главное. С утра было еще минус два, а сейчас даже жарко стало. Даже жарко. Да, солнышко выходит и сразу все хорошо. Хорошо. Мы уже успели съездить на рынок. Да. Купить продукты для завтрашнего плова, которые, я надеюсь, Лора все-таки покажет, как она его делает. Более детально зрители часто спрашивают. А сейчас мы идем в Лор. Расскажи, куда, чтобы я был... У нас сегодня предпраздничный день и сегодня так получилось, что сложилась такая обширная культурная программа. Вот. И мы решили посвятить этот выпуск культурным развлечениям, культурному досугу. Время провождения. Да. Многие наши зрители спрашивают. А чем заняться? Вот если мы так, как вы, приедем надолго на зимовку. Что делать в Кисловодске? Есть ли какая-то культурная жизнь в Кисловодске? Есть ли какие-то развлечения? Вот сегодня Лора решила нам устроить... Ну, мне... Забег. Да. Праздничный такой. Праздничный забег на 100 километров. Я шучу, конечно. Куда мы идем сначала? Сейчас мы направляемся на экскурсию. Она проводится раз в месяц. Экскурсия бесплатная. Ведет ее, как мне сказали, подписчики. Кстати, информацию об этой экскурсии прислали наши подписчики. Большое спасибо. Проводят ее один из самых лучших экскурсоводов. Кисловодска. И стоит... У него экскурсия, если индивидуальная, в районе 7 тысяч рублей. Ничего себе. Адонако. Да. Так что нам очень повезло. Мы решили воспользоваться такой удачей. Экскурсия начинается от питьевой галереи. Удачей ты имеешь в виду, что не платить 7 тысяч рублей? Конечно. А, отлично. Вы вопрос для себя поняли. Да. Все пишут, что Олег экономный. На самом деле самая экономная в семье это я. Олег не экономный, друзья. Олег жадный. Ладно, давай не будем, а то экскурсию хочется показать. В общем, начинается она от питьевой галереи. На экскурсии нам должны рассказать, почему питьевая галерея именно в форме ключа. Как создавался цветочный, цветочные часы с надписью Кисловодска. В общем, если получится, мы немножечко покажем. Вот. Чтобы у вас было представление. А дальше будет еще интереснее. Мы после экскурсии с Олегом идем в СПА. Тоже постараюсь его вам показать. Надеюсь, там разрешат съемку. Ну, в самом СПА давай мы не будем снимать. Мы сами себя не будем снимать, но я так на телефончик подсниму, что есть такая возможность прийти в новый в СПА. Его недавно открыли и говорят все чистенькое, все новенькое. В общем, покажем. А вечером, если хватит сил, мы сходим в филармонию. В общем, покажу вам колоннаду сверху. Вот она, красота. Кстати, мы с этого ракурса еще не разу. Не так часто мы ходим-то здесь. Да. Вот именно вниз. Мы стараемся гулять по парку. Угу. Красиво. И, как всегда, Ленин. Ленин. В общем, хорошимся, спешим. Экскурсия начинается в 11.30. Я, как всегда, со своей работой все пропустил. Начало экскурсии состоялось. Покажу вам, ребят, где это происходит. То есть, если мы берем главный ход на Рзанную галерею, группа собирается здесь. Как вы видите, большое скопление народа и вот такого молодого человека, это именно то, что вам нужно. Присоединяйтесь, подходите, не стесняйтесь. И слушайте интересные моменты об истории Кисловодска, о создании Нарзанной галереи. Да, я думаю, не только об этом мы сегодня послушаем, потому что история еще такая... Извините, куда согласитесь? Поделиться с вами знанием. Наверное, кто-то уже знает это. Перед нами дерево, а точнее его остатки, которому уже 170 лет. И, как говорит экскурсовод, это самое старое дерево в Кисловодске. Это установлено научным образом. Так что, когда будете входить в Кисловодский парк, помашите ему рукой. Самый долгожитель Кисловодский. А мы слушаем дальше, набираем сознание. Конечно, объективности ради я соглашусь с нашим уважаемым экскурсоводом. Даже вот здесь, стоя на одном участке, можно получить такое вдохновение. из Нарзанной галереи, из колоннады, которую мы очень все любим. Оно уже место действия небезызвестного фильма, который вы без меня знаете. Уже не буду употреблять это слово в эфире. И сейчас очень интересно рассказали нам о этой части, Лермонтовской части. Действительно, Лора сказала, мы никогда не поднимались наверх. А вверх, вот этот портик, фронтон, оказывается символизирует то заведение, где останавливался уже взрослый Лермонтов. Там был клуб, там была гостиница, едальня. И вот, ребята, помимо того, что смотрите здесь демона. Вот оно, да, демон легендарный. Все-таки поднимитесь наверх. Я это делаю впервые вместе с вами, чтобы поклониться Михаил Юрьевичу, который здесь действительно был. Бюст Михаил Юрьевич создан в 1960 году. Не все то, что было создано в советское время, плохо, как думает молодежь у нас порой. И вот мы поднимаемся наверх. Очертания этого фронтона повторяют то здание, которое было здесь в прошлом. И посмотрите, какой отсюда замечательный, на мой взгляд, вид. Конечно, стоит сюда подняться, сделать фотки, полюбоваться нашим прекрасным Кисловатским. Экскурсия идет своим чередом. Я, конечно же, нигде не успеваю. Вот этот план, схема действительно повторяет все, как есть в Кисловатском парке. И площадь, и начало закладки указано, и количество гектар. Но есть более четкая, понятная схема. Вся инфографика на стенде. И наша группа уже находится там. Слушает замечательного экскурсовода. Слушает внимательно. Я хочу еще раз отметить, что, на мой взгляд, прекрасная возможность. Особенно для тех, кто, наверное, когда приезжаешь на 3-4 дня, сложно выкроить время на такие экскурсии. Вот то, что кто планирует, как мы, зимовать, проводить здесь больше времени. Очень-очень интересный, любопытный способ досуга. Экскурсия не статичная. Она подразумевает под собой некоторое передвижение. И, как вы видите, наша группа растянулась. Но не стоит пугаться тем нашим зрителям, которые волнуются, что огромные переходы. Экскурсовод предупредил, что это только небольшая часть парка, о которой он расскажет. Нижняя часть. Интересно, я этого тоже не знал. Показал на карте огромный Кисловодский курортный парк. И показал то, что было до революции. Это совсем-совсем небольшая часть, как он сказал, имперское наследие. Все остальное, дорогие зрители, было создано как раз-таки в то самое советское время, которое многие у нас любят сейчас хайк во всем. Я всегда считаю, что было разное. Хорошее и плохое. А сколько создано, наверное, уму непостижимо. Мы еще не понимаем этого наследия. Ну, конечно же. Часы. Возвращаемся в интересную экскурсию. Узнаем больше про часы кисловодские легендарные. Часам, оказывается, уже сто лет. Вот так вот. Экскурсия продолжается. Узнаем много нового от себя. Я скажу, что, ну, наверное, согласитесь с этим. Всегда важна фигура экскурсовода. Личность, обаяние, возможность общаться неформально и интересно с аудиторией. Мне кажется, в нашем экскурсоводе это все есть. Не только виртуозное знание предмета. Не заученное, а именно осознанное знание. Это, конечно, великолепно. Но и умение говорить, умение общаться. Это здорово. Поэтому потом послушаем мнение Лоры. Мне экскурсия нравится. Хотя я ее провожу не только с нашей группой, но и с вами, друзья. Кстати, это небольшая прогулка по нижней части парка, который ведет нас Роман, наш экскурсовод. Я подумал, что все-таки до революции народ не сильно здесь себя утруждал кисловодским огромными физическими нагрузками. Мы гуляли вальяжно, спокойно. И, в общем-то, это тоже идея для прогулки. Ни сложной, ни тяжелой. Но в то же время вдохнуть природой аромат. Увидеть очарование Кисловодского парка. И ближе присоединиться к такой увлекательной, не побоюсь этого слова, экскурсии, как у нас сегодня. Думаю, что по времени, ребят, это будет примерно час, мне так кажется. Ну, то есть, не слишком утомительно, не слишком обременительно. Это не часы, это не выброшенный день. Поэтому, даже если вы приедете сюда на неделю или полторы, мне кажется, это очень неплохая идея. Присоединиться к подобной экскурсии, если вам повезет. И узнать больше о чудесных местах, которые мы так любим. Узнаем историю создания павильона «Стеклянная струя», так любимого многими. Кстати, создан он в 1839 году. Это не новодел, как меня уверяли некоторые зрители. Это все-таки достаточно старинная конструкция. Скоро ее уже 200 лет будет. Мерно протекающая струя. Умиротворяющаяся вглубь воды течения. И наша группа, внимательно слушающая экскурсовода. Как замечательно, что погода сегодня прекрасная, сопутствующая таким прогулкам. Это тоже важный фактор, как мне кажется, получения эстетического удовольствия. Вообще отлично. Вам понравилось? Отлично, прям великолепно. За один час столько информации. Такой приятный молодой человек. Замечательный, артистичный, любит свое дело. Мне очень понравилось. Рекомендуете нашим зрителям побывать на такой экскурсии? Обязательно. Обязательно. Только надо найти вот именно этого молодого человека. Я думаю, что его легко найти. Да. Ну вообще прямо замечательный молодой. Лора сказала, что есть группа в Telegram где-то, да? Да. В общем, Роман. Его зовут Роман. Даже я уже выучил. А имя какое красивое. Я опубликовал новость в Telegram канале. Кстати, друзья, кто не подписан, подписывайтесь. И мне уже написали правильное имя. Активный культурный и бескультурный отдых продолжается. После экскурсии мы приехали на курортный бульвар 2Б с целью немножечко омолодиться в СПА. Сходим, посмотрим, какие услуги предоставляет данная СПА со сложным названием. Я даже не выговорю. Находится на курортном бульваре 2Б. Если получится, поснимаем. Если нет, расскажем вам наши впечатления. Кстати, между тем температура сегодня стала плюс 10 градусов. Весна, товарищи, весна. Вход в данное заведение. Это отель и СПА. Находится на курортном бульваре. Там Олег бежит с помывочным. Оказывается, вход не там. Это надо выйти за здание и обойти. Получается кофе, кофе, кофе. Машинки, машинки, машинки. Шашлычная. Так. И где-то, наверное, со двора. Здесь шашлычная на бульваре. Тоже квеста. Рядом? Да? Ну, пойдем. Сейчас. Извините, а вы не подскажете вход в СПА? Мы, наверное, прошли. Там вход в СПА? Да. Не знаете? Наверное, не знаю. Спасибо большое. Так. Попытки найти вход в СПА продолжаются. Ну, вот квест. Не так-то просто найти СПА. Ну, да. Но уровень уже и есть. Но входа нет. Из позитива рядом любимый многими ресторан «Барашка». Мы, кстати, там ни разу не были. Мы там ни разу никогда не были. Зрители нас посылают туда. Ну, вот. Вот минерал. И куда? В СПА. Ну. Иду. Ага. Иду. Ага. И... Детский магазин. Нет. Может быть, есть? Может быть, есть? Может быть, есть? Здравствуйте. Извините. А СПА у вас? Нет. Это гиды. Что-то я не понимаю. Ага. Впервые в жизни я надел бахилы. Бахилы подошли. Да. Потому что здесь бахилоделательная машина. Здесь есть нарзанные ванны. Очень удобные раздевалки в каждой раздевалке. Есть тапочки, шапочка, халат, полотенце. Посмотрите, есть и крем для рук, ватные диски смыть макияж, мицеллярка, дезодорант, фены, здесь туалет. Все очень чисто. Душевая. Вот она. И еще один фен. И еще одна душевая. Вот. А это мы пойдем отдыхать. А вот это вот бассейн. Да. Здесь у нас на первом этаже бассейн, хамам, сауна. Инфракрасная. Обычная сауна. Тут даже шапочки есть. Тут душевая. А, вот здесь вот можно окатить себя холодной водой. Окатить себя? Ну вот здесь душ. Здесь вот можно холодной воды после сауны окатить себя. Здесь хамам. Туда заходить не будем. Олег, что? Все запотеет. А? Здесь сауна. Я же боюсь. Сейчас посмотрим город. Так. Сейчас. А здесь, наверное, инфракрасная. Ой. Вот это да. А на втором этаже фитобар. Мы его вам потом покажем. Ну как водичка? На втором этаже фитобар. О, здесь даже есть полотенчики для хамамы, кстати. Можно будет взять, можно выпить чай, водичку с апельсинами, чай. Можно купить мед, чай горный. Жакет. Можно релакснуть. Красивая шлима. О, а это, наверное, кедровая бочка. Да. Никогда не пробовала? Интересно даже. Ну, запах кедра от нее есть. Так. Покажу сверху. Здесь очень много различных массажей. Здесь и противоток включается. Потом покажу и водопад. Сейчас с учетом того, что мы вчетвером здесь. Вообще просто шикарно. Обратила наше внимание, что за окнами у нас речка. Прямо действительно как будто бы на курорте, да, Олег Евгеньевич? А не просто так. Подобеждаем. Да. Здесь, кстати, можно взять еще крем-мед, который продается. Ну как, вкусно? Да, вкусно. С лимончиком. Очень вкусно. С имбирем. Классно. Да. Как тебе, Эдуард? Нравится тут? Да. Угодила супруга с подарком на 23 февраля? Да, да, да. Сразу вспоминается тут анекдот, а жаловаться нельзя. По коридору. Еще какие-то кабинеты здесь. Спасюфер. Комната отдыха индивидуальная. Солнышко. О, бриллианты моего сердца. О, несравненные зрители. Добро пожаловать в нашу команду. А тут человек сидит, да. Все, пойдем чай пить. Понравилось? Спасибо большое. Спасибо за этот прекрасный подарок. Мне понравилось. Во-первых, чисто. И цена на двоих 3 300. Цена на двоих 3 300. Достаточно разумно. Потом мне понравилось, что везде вот в этих штуках моторы работают хорошо. Бывает, знаешь, заходишь, якобы гидромассаж, а там здесь все моторы. И противоток серьезный. Чистота, хорошее белье, чаи хорошие. Вот, ну, знаете, вот по мелочам же все проявляется. И здесь хороший производитель чая, вкусный мед. В общем, нам понравилось, да, Эдик? Нам подарок наших жен понравился. Да. Рекомендуете? Рекомендуем. Таких жен замечательных с подарками. А, нет, 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 нет. Ну, спа рекомендует. Да. Что, из последних сил мы продолжаем нашу культурную программу. Борцы за культурную жизнь в Кисловодске. Это мы, друзья. Олег весь вечер шутил, что, может быть, дают Отелло и Дездемона, чтобы, наверное, придушить меня лучше. Не знаю. Какой праздник. Ну, посочувствовать мужику хотя бы за это содеянное. В общем, ребят, мы не сдаемся. Мы продолжаем осваивать, изучать культурную, общественную жизнь Кисловодска. И сейчас мы поедем в филармонию. Мы показывали ее на этой неделе. Очень красивое здание, историческое, красивейшее. Почему нам надо было это все сделать в один день, я не знаю до сих пор. Ну, так решила Лора. Она хотела сделать мне приятное. Все-таки завтра праздник, завтра 23 февраля. Это подарок, Олег. Да-да-да. Завтра он, говорит, почувствует, как ему будет хорошо. В общем, едем в филармонию, попробуем попасть на концерт органной музыки. Расскажем, сколько стоят билеты. Да. И можно ли их купить прямо перед концертом. Мы уже у филармонии. Народ есть. Я за билетами. Ага. Все-таки сначала нужно за билетами. Мы переживали, что мы будем одни. Нет, друзья мои. Все в порядке. Идем за билетами. Я надеюсь, билеты есть. Билетная газа с правой стороны. Билеты на этот концерт стоят полторы тысячи рублей. Да, Лор? Полторы тысячи рублей. У нас тоже раньше не двигался. А потом, когда приехали, опять же, немцы, которые реставрировали его. Ага. Это все-таки Ессентуки Шаляпина. Что у нас? Пиковая дама тоже есть в Сентуке. Что же у нас-то в Кисловодске? Конечно, у нас тоже насыщенная культурная жизнь. В Кисловодске концерты, скажем так, больших артистов, известных. Хорошие места продаются только за наличные. Зрители спрашивали, у нас карта или наличные. Можно карта, но, как нам сказали в Татарстане, наличные-то оно, конечно, лучше. Хорошие места тоже. Филармония. Как всегда, есть буфет. Есть зал, в котором раньше был рыбный ресторан. Об этом можно догадаться глядя на лобстеров, которые поддерживают балки, такие консоли. Говорят, что в 27-м году всё восстановят. Я имею в виду всё здание, лестницы, которые сейчас находятся на реконструкции. Ну вот, красота! Всем привет! Поехали. deh Cu cam. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне понравилось Эмоциональное выступление На самом деле в начале, я так понимаю, это ранние произведения для органа, они еще такие спокойные, наверное, для каких-то служб церковных, а далее уже более такие... Пошло, 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 пошло... Попса органная, на самом деле последние произведения мне очень понравились, это даже хэви-метал органы... Я немножко записал для телеграф-канала... Я, знаешь, понял, что органистам... Органистам не обязательно ходить на занятия физкультурой... Вот так поиграешь немножко и можно не ходить, не бегать, не прыгать, не качаться... Можно бежать, есть пироги... Органистам не обязательно ходить на занятия физкультурой... И в завершении сегодняшнего культурного дня нас ожидает небольшая прогулка по вечернему Кисловодску. На 20 километров... Ну, может быть и больше... Все-таки ресторан-кафе «Имушка» работает, он весь в огнях... Так что, наверное, появился, может быть, новый владелец и запустил... Может быть... И вот как раз-таки афиши сегодняшнего нашего концерта... Спасибо Ивану Зиновьеву... Спасибо... Было здорово... Нас поразил... Да... Открыли для себя новых композиторов... А, аппетитно пахнут шашлыки... Да-да-да... Предательски аппетитно пахнут шашлыки... Очень хочется есть... Конечно, пища духовная – это здорово... Но так как мы не ужинали... Да-да-да... Все это чувствуется... Восходим к урожному бульвару... И не сразу понял, почему стоит сцена... Лавилора напомнила таки... Мы сегодня празднуем 23 февраля... Празднуем 23 февраля... Ну, мы теперь знаем, где продаются такие апельсины в Кисловодске... Очень вкусные... Полюбились нам в этот раз... Ну да... Сцена уже практически собрана... Можно посмотреть консортную программу... Свет выставлен... С 11 часов... Работа предприятий общественного питания начинается... Кинопоказы военных фильмов... Фильмы военных лет... Мастер-классы... Солдатская полевая кухня будет... И горячий чай... Но у нас будет плохо в это время... Но у нас будет чай... И завтрак, и чай... Я прошу прощения... Ну, перенасыщение... Прошу прощения... Прошу прощения... Да-да-да... Анютка любит о нас говорить... Сегодня был очень насыщенный день... И время уже 10-й час... Ну, наверное, этой небольшой прогулкой... Мы сегодняшний день и будем заканчивать, да? Знаешь, что мне подумалось? Слегка покажем зрителям вечерний курортный бульвар... И поболтаем... Вроде такой перенасыщенный день... А в то же время... Для нас он был... Мне кажется, по-своему органичным... Потому что за кадром осталось то, что... Начали мы его в церкви... Да... Прикоснулись к возвышенному... Ну и закончили в возвышенному... Закончили его на такой же высокой... Да... 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 Было что-то мирское... Позаботились о бренном теле... Помылись... Ну, а что, тоже нужное дело... Да... И я думаю, что... Хорош сегодня день, замечательно... А завтра будет еще лучше... Спасибо большое, друзья, что были с нами... Посмотрели этот сюжет до конца... Спасибо вам огромное, кстати, что... Делитесь с нами... Своими идеями... Куда сходить... Вот экскурсия сегодня... Конечно... Была не запланирована... И она... Классно вписалась в наш день... А это... Подсказка наших зрителей... Рекомендации сходить на концерт... Это тоже ваши рекомендации... Так что благодарим вас... Что делаете наш канал... Как мне кажется, интереснее... И вместе с ним и нашу жизнь... Да, Лор? Да... Ну... Хочу сказать... Так тепло, хорошо... Да... Вообще просто... Всего вам самого... Доброго... Самого позитивного... Интересных... Ней... Красота... Крепкого здоровья... Отличного настроения... Удивительных открытий... Пусть каждый ваш день будет добрым... Да... Пока... 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 Пока, друзья... Всего вам самого наилучшего... До новых встреч... Субтитры подогнал «Симон»